Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Рената Тахирова. Коротко о главном. Аким города проверил, как обстоят дела с работами по очистке дорожного полотна. Бахаджан Баяхметов раскритиковал работу ответственных служб. Несчастный случай произошел вчера на реке Иртыш. Две девушки провалились под лед. Одну из них спасти не удалось. В городе Семей проходит чемпионат Казахстана по кикбоксингу возрастной категории 17-18 лет. Он является отборочным для участия в чемпионате мира. В городе Нур-Султане контрразведкой Комитета национального безопасности задержан агент иностранной разведки гражданин Республики Казахстан, планировавший покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных государственных служащих. Об этом заявил представитель Комитета национальной безопасности. Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие ввезено в Казахстан в разобранном состоянии. Тайна. Подозреваемый выполнял поручение с целью пропаганды антироссийского призыва путем публикации соответствующих материалов в социальных сетях. В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался, что совершил эти действия по приказу и в интересах иностранного государства. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан приняло специальную дорожную карту по пресечению деятельности по перевозке пассажирского автотранспорта. Нарушение действующее законодательство страны передает МИА Казанформ. По информации Министерства дорожной карты предусмотрены совместные мероприятия анализу состояния рынка автомобильных перевозок пассажиров, инвентаризации и разъяснению норм национального законодательства, а также обеспечению соблюдения установленных требований. Данный документ был утвержден правительством в сентябре прошлого года. Дорожная карта разработана в рамках исполнительного комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы. Так, в ходе совместных мероприятий с Министерством внутренних дел Республики Казахстан в прошлом году проведено 280 трейдовых проверок, по результатам которых составлено более 390 административных дел, наложен штраф в размере 8,2 млн тенге. На посты транспортного контроля поставлено 1500 административных дел, взыскано штрафов на сумму более 10 млн тенге. Пахаджан Баяхметов посетил улицы города и проверил, как обстоят дела с работами по очистке дорожного полотна. Глава города раскритиковал работу ответственных служб. Подробнее в сюжете. В ходе субботнего рейда были приняты во внимание безопасность движения транспорта и пешеходов. Ответственная подрядная организация является ТО «Зеленстрой Семей». Выяснилось, что в учреждении имеется 28 единиц техники для содержания улиц города. Но качество работы плохое. Автомобильных полос и пешеходных дорожек не видно из-за грязи. Грязь. Лед сам уже начинает таять. Как я понял, вы просто скидываете всю грязь на обочину дороги и потом медленно все собираете. Но это происходит настолько медленно, что все, что лежало на обочине, уже само тает или просто опять размазывается по дороге. Ответственным руководителям подрядной организации поручено ускорить работы по очистке дорог. Недовольны проводимой работой Акимгорода отметил необходимость увеличения количества поливомоечных машин. Кроме того, отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог напомнили о ежедневном контроле за работой. Тут все в лужах и в воде. Вчера дождя не было. Почему все в таком состоянии? Вы не можете объяснить, почему вы недобросовестно выполняете свою работу. Все, что происходит на дорогах города сейчас – это ваша вина. Значит, вы не выезжаете на объекты, не проверяете свои участки. Все дороги в лужах, в пыли, а вы сидите дома и не контролируете ничего. Невозможно провести текущий ремонт дорог, пока подрядная организация добросовестно не выполнит свою работу. Поэтому градоначальник дал поручение в течение недели привести дороги в порядок. Только после этого начнется запланированный ремонт дорожного полотна. Стоит отметить, что отделам архитектуры и предпринимательства поручено совместно с коммерческими организациями провести работу по благоустройству, поддержанию чистоты на территориях, прилегающих к их объектам. В Семее стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Об этом стало известно сегодня во время брифинга в информационном центре города. Кроме того, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства рассказал о запланированных планах и мероприятиях подробнее у наших корреспондентов. Ежегодно после зимнего сезона начинаются работы по санитарной очистке и благоустройству города. По становлению Макима города Бахчана Баяхметова объявлен двухмесячник по приведению его в порядок. Весь апрель и май еженедельно будут проводиться субботники. Социальную ответственность должны проявить все горожане и привести облик города в надлежащее состояние. Как вы знаете, ежегодно мы уведомляем все наши самостоятельные отделы, все госучреждения, которые имеют на своих подведомственных предприятиях, чтобы они проводили работу именно по санитарной очистке и благоустройству. Это не только тут санитарная очистка, это, как вы знаете, входные группы, фасадная часть, а также все конструкции, которые они имеют в зданиях. Такая же работа будет проводиться и со собственниками квартир и владельцами частных жилых домов. Представители местных исполнительных органов призывают к социальной ответственности и напоминают, что эти территории необходимо приводить в порядок самостоятельно. Также руководитель отдела ЖКХ напомнил о том, что собранный мусор и твердые бытовые отходы после субботника вывозятся с территории сервисными организациями. Мы призываем тех организаций, тех жителей частного домовладения, также собственники квартир заключить договора на вывоз твердые бытовые отходы, чтобы своевременно вывозили твердые бытовые отходы своих прилегающих территорий. Как вы знаете, в этот перечень работ входит полностью состояние всего города санитарного. Усиленно будут работать и коммунальные предприятия, которые уже начали работу по очистке автомагистралей и автомобильных дорог. Сейчас проводятся работы по распределению участков, которые будут закреплены за каждой организацией, предприятиями и торговыми объектами всех форм собственности. Они будут проводить субботники еженедельно на данных территориях. У нас будет распределение через определенные структуры, где каждому будет определен перечень объема работы, где они должны каждую субботу убирать эту территорию. Это касается очистка мусора, побелка деревьев, бордюры и так далее. Руководитель отдела рассказал и о запланированных дезинфекционных работах. На эти цели выделено 3 миллиона тенге. Вы знаете, нам ежегодно выделяют средства на санобработку комаров. Это водоемы, это от грызунов. Мы уже с санэпидемистрацией в этом направлении отработали. Сейчас предприятия уже определились. Сейчас буквально уже после 20-го, наверное, уже по сезону, как вот немного, в принципе, эртыш пошел. В принципе, можно обходить водоемы. В ходе брифинга журналисты поинтересовались и о нынешнем состоянии Центрального парка. Напомним, что проведенные здесь работы были неудовлетворительными и закончились судебными разбирательствами. По словам руководителя ответственного отдела, на сегодняшний день полностью заниматься его содержанием и благоустройством будет предприятие «Зеленстрой». В этом году выпускникам разрешают создавать единое национальное тестирование дважды. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, который в этом году написал письма выпускникам школ, передает мне Казанформ. «Я знаю, что вы на своей странице в социальной сети, в Инстаграм отмечаете меня и пишете заявление о сдаче ЕНТ дважды, чтобы поступить на грант. При принятии решения мы стараемся не упускать из виду предложения интерес учащихся, поэтому и в этот раз мы приняли решение по вашим предложениям. Мы уверены, что эта мера снизит уровень эмоционального стресса», – сказал Асхат Аймагамбетов. В университете имени Алихана Букиханова состоялся конкурс стартап проектов «Абу Стартап Уикенд». В нем приняли участие ученики с 9 по 11 классов всех школ города. Главная цель конкурса – поддержка социально значимых бизнес-инициатив. Призовой фонд составил 500 тысяч тенге. Подробнее в сюжете. В семье с 1 по 3 апреля в стенах университета Алихана Букихана прошел конкурс стартап-проектов «Абу Стартап Уикенд». В нем приняли участие 120 учеников с 9 по 11 классов всех школ города. Они соревновались за грант ректора университета Алихана Букихана на реализацию своих бизнес-идей. «Абу Стартап Уикенд» реализуется с 2017 года. Наши участники – школьники, студенты колледжей. Но в этом году в данном конкурсе принимают участие только основная цель – развитие предпринимательства среди учащихся школ, то есть развитие малого предпринимательства. На конкурсе были представлены 30 проектов. По словам организаторов, все они были направлены на совершенствование стандартов качества жизни и трансфер передовых знаний и технологий в социально-экономическую жизнь страны. «Все абсолютно участники огромные молодцы, потому что у каждого своя идея. Все отработали ее. Хоть некоторые волновались, но зато они рассказали свою идею. Это уже огромная смелость. Честно, очень информативные все проекты». Предприниматели города проверили нетворкинг с участниками конкурса и рассказали об основах бизнес-планирования, чтобы помочь им усовершенствовать стартапы. По результатам конкурса третье место получили учащиеся 10 класса школы лицея номер 38, второе место – учащиеся 10 класса 26 школы, первое место – учащиеся 9 и 11 класса школы номер 12 нашего города. «До этого два дня мы обучались, то бишь проходили бизнес-интенсив, тренинги, а сегодня защищали свой проект. В принципе, спасибо Алихамбахиану университет за такую возможность. Наш проект «Мулсаунд» – это музыкальная репетиционная площадка. Можно сказать, что это почти музыкальная школа, но немножко в другом формате. Таких площадок, проектов еще нет в нашем городе, поэтому мы основываемся на 14-19-летней молодежи и даем им возможность репетировать на нашей студии». «Хочу сказать, что на этом стартап-викенде мы познакомились с другими проектами и в дальнейшем желаем сотрудничать». Организаторы уверены, что данный конкурс окажет огромную поддержку социально значимых бизнес-инициатив и поможет их реализации. Айнур Хасым, Адиржам Бесингазенов, телеканал «Семей». Целевым группам населения в текущем году предусмотрено более 23 миллиардов тенге на проведение скрининговых исследований, в том числе скринингов на выявление онкологических образований. Благодаря профилактическим осмотрам можно выявить злокачественные заболевания на ранней стадии и начать своевременное лечение. Скрининги проходят граждане, не имеющие жалоб на здоровье и не состоящие на учете по данным заболеваниям в определенном возрасте. Население проходит скрининг по вызову участковой медицинской сестры в прикрепленной поликлинике. При достижении возраста, необходимого для прохождения скрининга, граждане могут обратиться в поликлинику самостоятельно. Отметим, что работодатели должны беспрепятственно направлять работников для прохождения скрининга в период рабочего времени с сохранением за ними должностей и средней заработной платы. Несчастный случай произошел вчера на реке Иртыш. Две девушки провалились под лед. Одну из них спасти не удалось. Как стало известно, девушки провалились под лед во время фотосессии. Они были родственницами. По информации сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям, на звонок в дежурную часть поступил около четырех часов дня. До приезда спасателей семейство спас одну из девушек. К сожалению, вторая быстро ушла под воду, и мужчина самостоятельно поднял из реки уже бездыханное тело. В Управлении по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминают о соблюдении мер безопасности. К тому же, сейчас лед тонкий, поэтому опасно находиться вблизи водоемов. От спасательного поста до восточного приличный километр, около восьми километров. Пока спасатели доехали, уже, конечно, время ушло, и девушка одна уже не смогла ее спасти, она утонула под лед. Тело поднял свекор девушки в тот же момент. Самостоятельно, да? Да, самостоятельно подняли тело. По приезду скорой медицинской помощи, и они констатировали смерть девушки. В Восточно-Казахстанской области сошли с рельсов 18 вагонов с грузом. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества национальной компании «Казахстан-Темиржола». 3 апреля в 12 часов 04 минуты на железнодорожном участке Узкомингорск-Кумыста у Восточно-Казахстанской области сошло с рельсов 18 вагонов грузового поезда. Поезд двигался со скоростью 37 км в час. Два вагона, груженные рудой, являются собственностью Российской Федерации. Еще 16 вагонов принадлежат ТО «Казахстан-Темир-Транс». По словам представителей нацкомпаний, пострадавших в результате инцидента нет. Задержек пассажирских грузовых поездов не было. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования и выяснения причин произошедшего создана комиссия из руководителей акционерного общества «Национальная компания «Казахстан-Темиржола». Сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области изъяли у жителей региона 10 кг марихуаны, сообщает пресс-служба областного департамента полиции. В начале марта текущего года сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности, отдела полиции города семей, совместно с сотрудниками и департаментом комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской области были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которого по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств на территории города задержан 44-летний житель города Аягус. В ходе обыска в его квартире была обнаружена сумка зеленого цвета, спрятанная за занавеской. Внутри находился полиэтиленовый пакет, в котором было упаковано вещество растительного происхождения, обладающее специфическим запахом. По итогам экспертизы установлено, что изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес составляет около 10 кг. По данному факту, начато досудебное расследование по части 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. В Восточно-Казахстанской области до 7 апреля возможны лавины. По данным Пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, с 4 по 7 апреля в регионе существует угроза схода лавин в связи с изменением метеорологической обстановки, резким потеплением, температурой воздуха и выпадением осадков в горных районах области возможны лавины. При этом представители ведомства напоминают жителям о необходимости быть максимально внимательными. В случае возникновения каких-либо затруднений необходимо немедленно позвонить по номеру 112. Также спасатели рекомендовали общественности региона перед поездкой проверить состояние дорог через мобильное приложение Дармен. В городе Семей проходит чемпионат Казахстана по кикбоксингу. Он является отборочным для участия в чемпионате мира среди молодежи в Дублине. Юные спортсмены в возрасте 17-18 лет продемонстрировали свое мастерство и выразили уверенность в победе в предстоящем бою. Подробности у наших корреспондентов. Чемпионат начался с торжественной церемонии награждения, посвященной памяти заслуженного тренера Казахстана Баба Гумара Ромеева. Чествовали основоположника Республики Казахстан по кикбоксингу Санцезбая Ибраева, а также главного тренера центральной сборной Кэра Дасмогулова. Спортсмены из 17 областей собрались за право защитить честь страны. Официальный чемпионат Казахстана по отбору и формированию сборной команды молодежи для участия на чемпионате мира в городе Дублин проходит на должном уровне. Планами и процессом отборочного чемпионата поделился Акайрат Смогулов. Все довольные спортсмены показывают свое мастерство. Судьям, конечно, отобрать самых сильных. Ребята отберутся и потом в течение этого времени у нас еще два международных старта, чтобы качественно подойти к чемпионату. Планы завоевать больше золотых медалей для страны. Показать хороший результат. Казахстанская команда всегда была одной из сильных. Все регионы страны принимают участие на данном отборе. Судьи в течение четырех дней из 240 участников будут отбирать самых сильных за право завоевания лицензий для участия в чемпионате мира в Ирландии. У спортсменов, приехавших из разных областей, одна цель – поднять флаг страны на мировой арене. Занимаюсь кикбосингом уже седьмой год, являюсь мастером спорта, выигрывал чемпионат Казахстана и много других соревнований. Подготовка к соревнованиям прошла очень трудолюбиво, очень много занимались, бегали. Соревнования проходят на очень высоком уровне, готовимся вовсю. Сам являюсь лидером в этом весе – 63 килограмма. Также я – обладатель Кубка мира среди молодежи, двухкратный победитель Республики Казахстан. Успех спортсмена во многом обусловлен стилем руководства со стороны тренера. Так, Иржан Шигенов уверен, что усердно готовившиеся спортсмены будут пожинать плоды трудов уже в скором времени. В последние дни перед боями готовились здесь. В принципе, все было как по расписанию, планомерно готовились. Сейчас будем смотреть за результатом, как мы подготовились. Берее всего, зависит от ребят, от их настроя, от их желания стать чемпионами. По итогам данных соревнований отборный чемпионат мира пройдут самые сильные спортсмены, где будут с достоинством отстаивать честь страны. Толша Шакардхана, Держим Бессингазинов, Телеканал Семьи. Это были все новости к этому часу. Наши другие новости вы можете посмотреть на сайте телеканала семей.тв.кз. До свидания.